Как отметил начальник управления по физической культуре и спорту и туризму Дмитрий Ефлов, 2019 год был насыщенным, трудоемким и богатым как на спортивные мероприятия, так и на медали и кубки, завоеванные нашими спортсменами. Так, в прошлом году на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровня Ленинск-Кузнецкие спортсмены завоевали 421 золотую, 296 серебряных и 202 бронзовых медали. Сегодня 259 спортсменов входит в состав сборной команды Кузбасса и 56 человек в состав сборной команды России. В 2019 году было проведено 239 спортивных мероприятий. Для сравнения, за 2018 год было проведено 195, то есть на 44 спортивных мероприятия больше. Ну, в рамках нашего города, это, конечно, гораздо хороший показатель, очень хороший показатель. Было проведено три этапа перенства Сибирского федерального округа по хоккею среди юношей. Чемпионат среди мужчин и перенство среди юношей Кемеровской области по смешанному боевому единоборству ММА. Чемпионат и перенство по лыжным гонкам в рамках Сибузбасского лыжного марафона в памяти тренера Георгия Михайловича Беляева. Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. И это лишь малая часть прошедших мероприятий. Еще один важный момент. В 2019-м четыре Ленинск-Кузнецких учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведомстве управления по физической культуре, спорту и туризму, перешли на реализацию программ спортивной подготовки. Более подробно об итогах спортивного года мы расскажем в четверг в программе «Прямой эфир» на телеканале ТНТ «Ленинск» в 18 часов. Гостем студии будет начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Ефлов. Галина Лена, Василь Обухов, Ленинск ТВ